Привет, друзья! Вы слушаете очередную программу подкастов на платформе Dissurdorf Life. И сегодня тема нашего эфира, опять же, это семьи, проблемы, проблемы интеграции. В общем, много тем накопилось, поэтому в один подкаст это, конечно, все не влазит. Сегодня со мной Юлия и Лена. Так как, чтобы я не споткнулся, называя должностью, предлагаю вам самим себя представить для наших слушателей. Всем привет! Я думаю, слушатели уже знают мой отдел и меня. Мы встречались в предыдущих подкастах. Меня зовут Юлия Кракова, я руководитель отдела по социально-психологической помощи семьям. Юлия, это у тебя уже третий подкаст? Да, мы с тобой уже в третий раз. Я предлагаю на твоей визитной карточке дописать, кроме того, что ты сейчас сказала, еще, что ты подкастер. Отлично. Лен, представься, познакомься с нашими слушателями. Да, всем привет, это мой первый подкаст. Меня зовут Елена Липгобер. Я по профессии психологический консультант, по-моему, это по-русски называется, и коуч. То есть ты занимаешься проблемами психологическими? Давай тогда начнем с того, из твоего опыта. Назови, пожалуйста, самые частые проблемы, которые встречаются сейчас у тебя на работе. Самые частые проблемы, которые встречаются сейчас, сейчас это связано с вновь прибывшими людьми из Украины. Самые частые, как правило, растерянность родителей такая некая, не знаю, куда бежать, все непонятно, все медленно. Как же сделать это быстрее? Ну, это, я по себе помню, такие же были чувства, когда я приехал в Германию, особенно, как сделать здесь побыстрее. Я думаю, что это у многих такие чувства были из наших соотечественников. Да, поэтому предлагаем кинуть маленький камешек в огород немецкой бюрократии. Дальше. Окей. Следующий запрос касается образования. Они говорят, люди, прибывшие недавно, говорят, что качество образования никуда не годится. Где же взять что-то, чтобы дети учились и становились умнее и конкурентоспособнее. И третий частый запрос – это скорее буллинг в школе у детей и вытекающее оттуда нежелание детей ходить в школу. У детей-то, то есть, вновь прибывших пытаются как-то, да, а можно какой-то пример, ну, не называемый он фамилией, вот, значит, в школе. Но в мою молодость у нас не было буллинга в школе, ну, там, в семидесятых. Что с поколением не то, что вот ребенок приехал и делают ему буллинг? Я не думаю, что это с поколением не то, я думаю, что это определенная организация коммуникации детей внутри системы, то есть, класса или школы. И дети, вновь прибывшие, не владеющие языком, они не понимают, как функционирует эта система. Для детей, которые здесь давно, это какие-то новые непонятные дети, которые непонятно функционируют. Разумеется, там случаются какие-то столкновения, решать которые теоретически задачи взрослых, учителей, социальных педагогов, которые находятся в школе. И родителей. Родителей в том числе, разумеется. Ну, слушай, это, наверное, от родителей идет. Разумеется, тоже идет от родителей, это идет от родителей. Но если мы рассматриваем процессы, которые происходят в классе и в школе, то это, в принципе, задача школы – организовать коммуникацию между детьми так, чтобы они могли друг с другом в рамках этой системы. Разумеется, каждый ребенок приносит то, что он выучил в своей семье, в школу и в класс. И там могут быть особенности. Из твоего опыта, вот проблему буллинга решить можно? Либо его можно просто как-то в режиме паузы? Из моего опыта это очень тянучий, неприятный, эмоциональный процесс. Решить можно, но всегда с нервами, всегда долго. Надо бороться и не сдаваться. Ну, родители, которые нас сейчас слушают, и у них такие проблемы возникли в школе, то есть не надо опускать руки. Ни в коем случае. Не паниковать, попробовать найти специалиста, который сможет помочь. Не опускать руки в любом случае, не переставать искать помощь в разных местах. Не обязательно одного можно рассказать всем людям, которых знаешь, и обязательно будет много идей на это. И Юль, скажи, пожалуйста, в каком диапазоне от Дюссельдорфа могут к вам обращаться, если возникла проблема в школе с ребенком? В принципе, все города в округе, то есть Дюссельдорфа мы не ограничиваемся. Это может быть и Вуперталь, и Золинген, и Бохум, то есть как бы мы в принципе... Кёйн? Без проблем, да. В принципе, у нас есть сотрудники, которые там живут, и которые могут подъехать, которые могут поддержать семью, именно живущую там. Дортмунд Вуперталь? Да. Что для этого надо сделать? Ну, сразу будем отвечать. Ну, в принципе, семья как бы контактирует, может контактировать нас, писать свою проблему, и мы уже будем продумывать следующие шаги, каким образом поступить в семье, какой следующий шаг. Но этой проблемой как бы обратиться можно. Да, да. Все, давай, Лен, ты еще сказала, следующий аспект, это по образованию. То есть те, кто сейчас приехал, мои земляки, что сообразовать? То есть сложность, что много школ, непонятная система, или уровень слабенький в школах? Ну, в глазах вновь прибывших людей это, наверное, слабенький уровень. Я бы сказала, что это другой подход, с другой целью немножко. То есть я себе это так объясняю, это мое личное мнение, что немецкая школа нацелена на то, чтобы дать ребенку научиться учиться самому и изучать мир с тем набором умений и качеств, которые у него есть от природы. Все постсоветские граждане так или иначе нацелены на то, чтобы у детей было хорошее образование, чтобы они учились в хорошей школе, желательно, чтобы там были какие-то много-много дополнительных каких-то курсов. Это и их самооценку родительскую повышает, и ребенку дает какой-то шанс в будущем. В общем, все за это борются. Да, это наша культура. Что это ребенка дала на фигурное кота, а они вообще не хочут? Они говорят, ну я всегда мечтала. Да. А поэтому у меня ребенок пойдет и на фигурное, и на хоккей, и на баскетбол. Да, а приличная девочка обязательно должна играть на каком-то музыкальном инструменте и знать хотя бы один иностранный язык. Минимум. В этом нет ничего плохого, это наша культура. Мы можем настаивать на этом, потому что это наши ценности. Есть, разумеется, родители, которые из вновь прибывших, которые говорят, ну лишь бы был счастлив, но они все равно хотят, чтобы ребенок шел в гимназию. Гимназия, университет, Оксфорд, Кембридж. Обязательно, обязательно. Если не получилось, идет внутренний какой-то конфликт в семье, что с этим делать? К вам можно обращаться? К кому? Ну, кому-то из вас. К нам в любом случае. Я сейчас как со стороны народа, со стороны слушателей. Да, вот мы приехали, ребенка отправили в обычную школу. В Киеве он учился в гимназии. Что делать? У меня психи. Ну, в таких внутренних конфликтах в семье, конечно же, мы можем помочь. Родители могут обращаться к нам, и мы тогда будем искать подходящего специалиста, как Лена, который будет внутри семьи уже работать конкретно и с ребенком, и с родителем. Лена, внутри семьи, да? Давайте чуть-чуть про Лену поговорим, закрой уши. Вдруг тебя хвалить будем. Без меня будете. Расскажи немножко про Лену, чем она занимается. Я все так понимаю, она непосредственно работает с семьями, да? Да, Лена, наш сотрудник, уже многие годы она работает у нас и поддерживал многие семьи, в которых помощь уже даже была закрыта, потому что по итогу семья... Что такое помощь закрыта? Семья после работы, так скажем, многомесячной работы с Леной, помощь была закрыта, потому что семья была счастлива, все конфликты были лишены. Или семья научилась обходиться с теми конфликтами или с теми ситуациями, которые возникали внутри семьи, да? То есть Лена помогла им находить подход к друг другу, детям к родителям, родителям к детям, чтобы все друг друга понимали и были счастливы. Получается так, так как Лена хороший профессионал, она останется без работы. Но если она всем поможет, всем будет хорошо. Не, ну если мы всем можем помочь, было бы идеально, но, к сожалению, проблемы возникают, и проблемы здесь повсеместно, не только у новоприбывших, но и которые здесь долгое время находятся. Кстати, ты сейчас хорошую тематику затронула. Часто я пишу в социальных сетях, что все эти фонды, да, как АФАО по другим организациям, созданы потому, что все проблемы связаны с семьей только у мигрантов. Действительно ли это так? И неужели у населения местного вообще нет проблем с семьей? Это только вот у тех, кто сюда приехал, такие как мы? Нет, возможно, просто тематика так поднимается в этих кругах, но на самом деле у нас есть и местные, так скажем, семьи, немецкие семьи, которые тоже нуждаются в поддержке. Актуально у нас несколько немецких семей, которые мы тоже поддерживаем, где тоже требуется поддержка и консультация в вопросах воспитательного характера, где родители тоже не справляются с детьми, где дети не слышат родителей, родители не слышат детей, и вот эти внутрисемейные конфликты, они бывают у всех. Это никак культурно не связано, да, новоприбывшие, давно живущие здесь или местные жители. Лена, сразу такой вопрос, уже так, чтобы школу мы добили. Ребенок не хочет ходить в школу, как ты сама сказала, незнание языка, конечно же, не понимать, что от него хотят, трудно коммуницировать с друзьями, что делать. Может быть, какие-то советы дашь, хотя бы начального уровня. Что делать родителю ты имеешь в виду? Конечно, ну все от родителей зависит, что ребенка там. Током ударил он и пошел. Давайте не будем бить током детей, детей бить нельзя. Я просто про китайскую педагогику читал сегодня, готовился к подкасту. Что делать родителю? Если мы сталкиваемся с детской истерикой, и я не хочу ни при каких условиях, я бы дала ребенку паузу. Я уже испугался, я бы дала ребенку паузу. Паузу! Паузу! Когда ребенок выдает такую сильную эмоциональную реакцию, с ним что-то внутри происходит. Объяснить это ребенок, скорее всего, не может. Сразу извини, что перебиваю, буду тебя часто перебивать. Все знают, что посещение школы в Германии обязательно. Что значит дать паузу? Оставить хотя бы на один день дома, сообщить школе мой ребенок себя. Неважно чувствовать, он правда себя неважно чувствовать. Нет, но если он истерит, это явно с ним что-то не то. Да, и вот хотя бы этот день дать ребенку отдохнуть и попробовать с ним поговорить, что же с ним. Ребенок, в зависимости от возраста, конечно, чем старше, тем лучше становится, но редко может сформулировать, что же со мной. Не все, и во старшем подростковом возрасте дети не всегда могут сказать со мной то-то. Маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. Значит, паузу. Сейчас родители послушали, которые ходят на языковые курсы, думаю, так. Хороший метод. Надо и себе сделать паузу. Паузы надо брать периодически. Но ты правильно. Себе, чтобы сообразить. Но ты правильно. Надо что-то родителю? Позвонить в школу, предупредить учителя, чтобы это не так, что просто не пришел, не захотел. Обязательно предупредить школу, предупредить учителя. Возможно, это будет не один день, а два-три. Если ребенок сталкивается с какими-то конфликтами в школе и чувствует себя там беспомощным, он не может их решить. У него будет сильное внутреннее сопротивление. Задача родителя, конечно, ребенка поддержать, помочь ему понять, что же с ним, самому сообразить, как из этой ситуации выходить. Возможно, где-то попросить о помощи, например, у нас. Да, не стесняйся, так и говори. У вас попросить о помощи. У кого угодно. Помощь брать не стыдно. Надо просить об этой помощи. Это, кстати, тоже, наверное, один из пунктов, характерный для наших сограждан, наших бывших сограждан, актуальных. Тоже стыдно, что что-то не получается. Стыдно. Люди думают часто, что это признак того, что я плохой родитель, что я не состоялся как родитель. Это признак того, что у меня плохой ребенок. И не говорят. Говорить надо. Давай тогда еще раз подробнее, что в Германии попросить о помощи – это нормально. Да, безусловно. И, кстати, сразу еще многие запуганы такой структурой, как Jugendamt. Не будет так, что я попросил о помощи, ребенок не хочет ходить в школу, и все напуганы. Все, приедут ребята, Jugendamt, заберут ребенка, расстреляют родителей. Родителей, разумеется, никто не расстреляет. Jugendamt может прийти при условии, что ситуация будет неправильно трактована какими-то посторонними людьми. И посторонние люди это сообщают в Jugendamt. Можно подробнее? Дома ребенок истит, я не хочу в школу. Ну, соседи услышали. Они могут вызвать полицию, Jugendamt. Они приходят. Скажи, сразу забирают ребенка? Ну, давай как-то либо успокоим, либо напугаем наших слушателей. Мы не будем пугать наших слушателей. Говори как есть. Jugendamt забирает детей тогда, когда благополучию ребенка что-то угрожает. Жизни ребенка. Жизни ребенка. Конкретика давай. То есть. Ты в этой теме давно работаешь. Были при тебе случаи, когда ребенка забрали? Да. В какое-то, ну давай без имен, что там было не то, что уже забрали ребенка? В этой ситуации, значит, две девочки, две сестрички, у мамы были тяжелые проблемы с алкоголем. И она забывала детей кормить. Дети были биты. И когда Jugendamt это увидел, это было дело получаса. Ну, то есть тут уже идет угроза жизни. Да. Здоровье. Понятно. Тут вопрос. Наши еще боятся, говорят, что вот я там на своего малого чуть прикрикну, и все, соседи вызовут полицию. По такому случаю забирают ребенка? По такому случаю ребенка не забирают, но могут приехать. Мы должны это так понимать, что Jugendamt это такое наблюдающее око. Может ли Jugendamt наблюдать за всеми? Нет. Но если кто-то из соседей, или из учителей, или из продленки вдруг позвонит в Jugendamt и скажет, мы наблюдаем такую ситуацию, нам кажется, благополучию ребенка что-то угрожает, Jugendamt должен отреагировать. То есть они придут. Ну, как любая служба, собственно, они должны отреагировать. Разумеется. А там уже будут разбираться. Разумеется. Они должны прийти, они должны спросить. У них определенный есть каталог вопросов, которые они задают, чтобы понять, действительно ли благополучию ребенка что-то угрожает. Если они видят угрозу благополучию, или если они видят некооперабельность, есть такое русское слово? Уже есть. Ты его произнесла, уже есть. Неготовность сотрудничать. Неготовность сотрудничать со стороны родителей, то, разумеется, они будут исполнять свой долг и защищать благополучие ребенка, так как это прописано в немецких законах. То есть, бояться не стоит этой структуры. Абсолютно. С ним надо сотрудничать. Да, там есть логика. Даже если вызвали идти на диалог, ничего в этом страшного нет. Скажи, а в твоей практике были случаи, когда уже ребенка забирали, но с помощью вашей помощи совместной ребенка возвращали. И семья дальше как бы жила, как все нормальные семьи. Лично в моей практике была семья, я в нее пришла, когда ребенка уже вернули, потому что родители очень активно участвовали в этом процессе. То есть, есть такое возвращают, они так, что забрали, и больше ребенка никто не увидит. Нет-нет-нет. Даже в той семье, которую я первый раз рассказала про двух девочек, девочкам можно видеться с мамой. Они живут не с мамой, но они могут с ней видеться. То есть, никто не запрещает видеться. То есть, если у мамы есть шанс, она перестанет пить, займется с собой, и не будет калашматить детей, то есть, великие шансы, что детей вернут. Если она будет хотеть этого, конечно, вернут. У государства нет задачи разрушить семью. Государство также стоит на защите семьи. У государства нет задачи везде детей поотбирать, их надо потом кормить, воспитывать и что-то с ними делать. Чисто капиталистический подход. Да, что зачем? Пусть лучше родителей кормят. При переезде в другую страну дети изменились, скорее всего. И психологические, и внутренние. Многие пережили действительно страшные моменты своей жизни, война. Когда мама должна обратиться за помощью уже к психологу, есть ли какие-то факторы, как это... Скажу так, что нам трудно признать еще, что где-то у нас какие-то проблемы. Раз, да. И второе, что проблемы, что касается еще психологических каких-то травм. Это сразу думают, ну все, это в дурдом запихнут, нам оно не надо, у нас все хорошо. Есть ли какие-то показатели или приметы, что вот тут надо не ломать ребенка, психически, там за все, иди в школу, там, бить током. А лучше обратиться к специалисту. Я задумалась над твоим вопросом. Тут вот какая ситуация. Во-первых, дети, приехавшие сюда, они все еще переживают многие сложные процессы. То есть у них много что произошло и продолжает происходить. То есть, во-первых, у них исчезла та жизнь, к которой они привыкли, та стабильность, которая у них была организована до начала событий. Ну и там все было понятно. Там все было понятно, там были близкие, там были друзья, там были школы, там были какие-то кружки. Значит, началась война, всего этого не стало. Это потеря, которую ребенок должен пережить. Дальше сам процесс переезда, он может быть связан с какими-то ужасными событиями. Дети могли что-то там видеть, да? Это тоже, этот процесс, который нужно пережить, обработать. Мозг должен обработать это все. Дальше, кто-то там остался, то есть тоска, скучаю, невозможность это получить. То есть это тоже какая-то определенная доля фрустрации. Дальше, миграция. Миграция тоже в несколько этапов происходит, пока человек интегрируется. Эти все этапы проходят ребенок. Если родитель чувствует, что он не вывозит вот эту вот детскую реакцию, детскую поддержку в этих ситуациях, то, по-моему, надо идти за помощью. Куда? Можно напрямую к нам обращаться. Позвонить просто, да, как обычно? Просто позвонить, даже просто спросить, можем ли мы, вот описать просто ситуацию, да, можно не в конкретных деталях, а просто сказать вот так и так. Просто за советом позвонить, даже если, может быть, ну, не хотят помощи, а просто попросить совета и консультацию, да. То есть можно там сделать одноразовую акцию, я просто позвонил, вот объяснил ситуацию, и кто-то на телефоне мне говорит, да, вы должны там пройти определенное мероприятие, курсы, либо просто по телефону сказать, не волнуйтесь, все нормально. Для некоторых достаточно просто поговорить, выговориться и как-то спросить совета, и уже будет достаточно какой-то толчок для дальнейших действий, у них будет какое-то представление, как действовать дальше и как разбираться с этими проблемами. Вот, то есть в любом случае при необходимости можно звонить, спрашивать, это абсолютно бесплатно, и мы всегда рады помочь. По телефону, который мы, как обычно, дадим в описании подкаста, либо на сайте, да, ФАОП, можно зайти. Как там твой отдел еще раз называется, чтоб люди нашли? Фамилия императвинг на немецком или помощь, консультационная помощь в вопросах воспитания, да. Связаться. А можно такой вариант, кто-то нас послушает и захочет именно с Леной поработать? Да, непременно. То есть вот наш подкаст вызвал доверие, потому что еще в этой специфике важно очень доверие у людей, да, кому доверяешь. То есть можно, знаете, кто-то слушает и сейчас находится в проблемной ситуации, хоть вы знаете, вот я хочу именно только вот с Леной проконсультироваться, можно будет так, да, организовать? Да, без проблем, конечно. Я думаю, да. Так, вы про детей говорили, давайте о взрослых. Взрослые что же, да, переживают какие-то проблемы при переезде. Что у взрослых, вот такие основные такие топ-3 проблемы, с которыми ты сталкивалась? Взрослых топ-3 проблемы. Ну, первую ту, которую я уже назвала, неизвестно куда бежать, все непонятно, я хочу быстрее, а оно не делается. Как сделать это быстрее? Вторая проблема, скорее, я не сплю ночами, у меня начались панические атаки, я не могу заставить себя что-либо делать, как взять себя в руки. Прекрасно. Как взять себя в руки, это мой любимый вопрос. Третью еще не придумала. Давай тогда остановимся на втором твоем любимом вопросе. Как взять себя в руки? Что делать? Панические атаки, ночью не сплю. К доктору сходить. К доктору сходить. И все? Дело в том, что панические атаки и дурные мысли не появляются, потому что человек, есть такое русское слово, расхлябился, не потому что он плохой, не потому что он не делает то, что он должен делать и забыл о своем долге. Они появляются тогда, когда организм больше не может, когда психически просто человек больше не вывозит. Не нужно ли в тот момент, когда человек устал, сесть, подышать, отдохнуть и только потом опять браться за тяжелые дела? Поэтому мой бы ответ был взять паузу, сходить, возможно, к доктору. Взять паузу, не пойти в эти дни на языковые курсы, позвонить преподавателю, сказать, я себя плохо чувствую. Можно 2-3 дня, желательно. И этот день посвятить себе. Этот день посвятить себе, возможно, детям, возможно, отдыху, сну. Это вообще три важные вещи, за которыми надо следить, чтобы человек вовремя спал, достаточно спал, чтобы он вовремя ел, и чтобы у него ничего не болело. Да, то есть, если это более-менее функционирует, то можно потом снести горы. Я думаю, эти советы понравились всем нашим слушателям, понимаешь? Ну, что пропустите школу, потому что ради здоровья, это вообще, это просто супер. Если наши граждане бы позволяли себе заниматься своим здоровьем, было бы гораздо проще во многих вопросах. Первая проблема, которую ты озвучила, как все, чтобы быстрее бегало? Что с этим делать? Можно ли заставить немецкую бюрократию работать быстрее? Я думаю, как поменять свое отношение к этому? Потому что я тоже замечал, по знакомым, которые недавно, ну, там, в март-апрель приехали, ритм жизни другой был, да, в Украине? То есть, ну, не привыкли, что в банке открыть счет, это будет две недели. Ну, никак. Получить какое-то письмо, ответить. Скорее всего, надо себя поменять. Дай, пожалуйста, какие-то советы, или там, из своего опыта, как с этим смириться? Нужно очень хорошо понимать, что, приехав в другую страну, мы попадаем в другую систему, с другими правилами, с другими кодами коммуникации. То есть, по-другому люди друг от друга что-то получают через другие фразы, через другие подходы. И до того, как что-то вообще начнет получаться, неплохо было бы разобраться, как функционирует эта новая система. Тут есть одна сложность. Мы, когда сталкиваемся с какими-то другими устройствами других систем, у нас внутри все отзывается протестом, потому что, ну, оно же не так. Я же всю жизнь учил, что оно по-другому. Вот, и в этот момент, мне нравится очень формулировка, нужно относиться, не моя, услышала у коллеги одного, нужно к себе относиться очень бережно и очень недоверчиво. Нужно понимать, что эта старая система говорит во мне, я приехал вновь, мне нужно с ней знакомиться. И когда становится очень плохо, беречь себя. Не паниковать, и если что, пропустить языковые курсы хотя бы пару дней. Сейчас нас кто-то слушает, ну, конечно, там в теории все хорошо. А вот расскажите по себе. Юль, ты не здесь родилась? Нет, я сюда приехала. Ты приехала. Скажи, у тебя были тоже такие проблемы, поменяла страна, что-то делается дольше? Да, в принципе, вот этот бешеный ритм, когда ты здесь и сейчас можешь все решить и получить ответ на любой вопрос, был тоже по приезду, у меня немножко культурный шок, но со временем интеграции, да, то есть я здесь уже больше 12 лет. Сколько лет понадобилось, чтобы уже успокоить? Хорошо, ждем ответ через 7 месяцев. Ну, может быть, я даже не знаю, через год где-то я уже все, может быть, меньше даже. То есть сейчас нервничать, что там за 3-4 месяца пребывания в стране они еще не адаптировались к культуре? Нет, абсолютно нет, это нормально, да. То есть если мы скажем, в этом год-полтора будете нервничать, это хорошо, нервничайте на здоровье. Но нервничать не нужно, опять же, как Лена дала совет, нужно просто постараться принять эту систему, да, такая она есть здесь. То есть изменить ее не можем, но мы можем как-то изменить свое отношение к ней. Лен, ты долго здесь? 24 года. Рассказывай, первые года как были? Я была готова собирать чемоданы и идти домой в Ташкент пешком. Вот это важные слова, потому что я сам лично знаю людей, которые приходят, я завтра уеду. Я говорю, ну куда ж там, ну там, мне подоехать, я не могу. Вот можно вот этот эпизод более подробнее для наших слушателей как-то собирать чемоданы, почему? Ну, во-первых, меня привезли, не особо меня спрашивают, ну, конечно, меня спросили, но это такой номинальный был вопрос, мы едем или не едем всей семьей? Я приехала со всей семьей, с мамой, с папой, с братом, с бабушкой. И у меня там, а, мне было 19 лет, то есть у меня там осталась прекрасная учеба, замечательные друзья. Это же как раз то время, когда все дружбы складываются. Это была студенческая веселая жизнь. У меня там была классная работа параллельно, и свой переезд оттуда сюда я воспринимала как, сейчас немножко может драматично-трагично прозвучить, но как собственная смерть, как собственные похороны. То есть вот этот вот момент, когда мы стояли в аэропорту, и за, ой, сейчас плакать начну, за стеклом стояли, стояли там друзья-родственники, и непонятно было, увидимся мы или нет. А, любовь же еще там оставалась всей жизни, которая самая такая, вот. И непонятно было, как дальше они стояли там с цветами с какими-то, потому что цветы... Ну, ты стоялась в похороны, да, с цветами? Да, 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 да. И у меня было ощущение, что вот в ту ночь, когда мы перелетели из Ташкента во Франкфурт на Майне, состоялись мои похороны. И я потом очнулась, и мне нужно было все строить с нуля. То есть то, что я умела за свои 19 лет, то, чему я научилась, оно больше не работало. Нельзя было так разговаривать больше с людьми, как я это научилась и как всегда работала. Не получалось больше быстро чего-то достичь, так как я научилась за свои 19 лет. То есть бюрократическая машина, с которой сейчас вот все сталкиваются, да, привыкание. Скажи, сколько тебе понадобилось лет, чтобы сказать, все, я уже вот родилась. Там были похороны, вот все, я уже как бы плюс-минус себя начала комфортно чувствовать. На самом деле, когда Юля сказала год, я подумала, блин, как классно год. У меня лет 7, наверное, было, пока я не сказала, это мой дом, я здесь живу, мне здесь хорошо. Дорогие слушатели, если вы сейчас находитесь в ситуации, где смотрите на чемодан и понимаете, что здесь полная жопа, язык непонятный. На старости лет загнали какие-то курсы обучаться. Ребенок в школу не хочет, не переживайте, это нормальное состояние интеграции в новую страну. Вы же слышите, специалисты 7 лет интегрировались в новую систему. Юль, что-то с тобой не то, как это год? Ну, это, наверное, просто мой осознанный, в отличие от Лены, это был мой осознанный выбор переезда сюда. После учебы я сюда переехала, пошла учиться дальше, как бы это не так, как что меня взяли и заставили, как бы. Ну, не заставили, а как бы поставили перед принятием определенного решения. Это был мой осознанный выбор и, как бы, да, поэтому, наверное, проще было. То есть, я думаю, если наши слушатели захотят именно обратиться к Лене, да, ты можешь и своим личным опытом дать советы, как вот сюда вот все-таки привыкнуть, скажем так. Да. То есть, 7 лет, ну, слушай, большой срок. Ну, через год, через полтора, наверное, становится понятно, как здесь все устроено. Там, возможно, нет еще душевного спокойствия, что вот здесь это мое, я здесь врос. Вы слышите, да, то есть, это нормально, если у вас нет душевного спокойствия, там, первый год, это все вы идете по программе интеграции. Поэтому, если сказать, там, через год-полтора, да, вот ты уже знаешь, куда бежать, как что функционирует, не открываешь в джоб-центр двери ногой и не говоришь, да, эти вы мне должны, и на тебя смотрят большими глазами и выводят с охранниками. Через полтора года уже таких проблем не возникает. Ну, может, это моя личная особенность, что у меня душевно улеглось гораздо позже. Так как мы говорим о душевном состоянии и психическом состоянии, сейчас еще у многих проблема – это немецкий язык. Вот все пишут, но не идет, но никак, мы пытаемся с ним подружиться, а он не хочет, ну, с языком. Артикли, вот это времена, все сложно. Лена, как у тебя с немецким? Ну, все, давайте уже про личный опыт. Сейчас у тебя, наверное, хорошо. Когда ты приехала, вот как вот ты интегрировалась с языком? Ты знала немецкий язык? Я не знала немецкий язык, я не знала немецкий язык. То есть, ты приехала, вот как все мы, хорошие, добрые собаки, почти все понимаем, но не говорим. Когда ты подружилась с языком? Когда я стала довольна своим языком, наверное, к тому моменту прошло года три. Ага, ну, выслушайте, да, дорогие слушатели, все нормально, мы идем по программе. То есть, через три года ты себя почувствовала уверенно, да? Через три года я могла на немецком языке выразить те мысли, которые были в голове. Вот в самом начале, когда начинаешь язык учить, то сначала какие-то короткие конструкции, там, дайте мне булочку. Танки в лесу. Танки в лесу. Что-то короткое, что можно в быту применить, да, вот это вот люди учат. А потом, мне кажется, каждый с этим так или иначе сталкивается, кто учит чужой язык и пытается на нем говорить, что мыслей много в голове, а слов три-четыре. И вот это вот большое количество мыслей нужно в это количество слов втолкнуть. И в этот момент, мне кажется, многие чувствуют себя неуверенно, по-дурацки, как-то очень некомфортно, да? И если человек может в этот момент не уйти в самопоедание, о боже, я не могу связать двух слов на этом чужом языке, то это прекрасно. Лена, дай хоть какой-то один совет, кто нас слушает, сейчас делает немецкий язык, в тетрадку вписывает артикли. Дай какой-то совет, вот как бороться с этим языком? Бороться с языком? Ну, ужасно. Может, не бороться? Мне кажется, что вообще все процессы интеграции должны происходить через знакомство с другой системой. Не будет никогда так, как было там, будет по-другому. Давайте рассмотрим же, как же это здесь все устроено. То есть, ну, есть пару способов, которые хорошо помогают. Можно переписывать понятные тексты, чтобы конструкции языковые застревали где-то в голове. Можно вот так делать. Можно пробовать под ситуацию, тем более сейчас много возможностей для этого, интернеты, переводчики и все, под ситуацию искать себе какие-нибудь список ходовых фраз, что я могу там использовать. Ну, с местным населением часто не получается быстро в контакт входить. Но если есть такая возможность, то общаться и задавать вопросы. Как у вас это все устроено? Юля, ты вот радостно киваешь головой. Как у тебя с немецким? Ну, когда я сюда приехала, я его уже знала, потому что я учитель немецкого языка. Все, все, нам уже неинтересно дальше тебя слушать. Вот видишь, почему год полтора. Это уже нам неинтересно. Может быть, как совет новоприбывшим. Совет можешь дать нам. То есть, я долгое время преподавала тоже. Не бояться говорить немецком. Не бояться использовать какие-то фразы, знакомые слова, которые вы уже знаете. Не бояться спрашивать что-то в том же магазине. Хорошо, не бояться. Сразу вопрос к психологу. Такое было чувство, помню, по себе. Если я буду не бояться говорить и говорить с ошибками. Знаешь, такой постсоветский синдром отличника. Но как же я сейчас буду говорить ломанно и неправильно? Как это побороть? Не бояться. Можно перед зеркалом потренироваться. Сначала сам над собой посмеялся, а потом уже не страшно. Если род привыкнет произносить эти слова хотя бы перед зеркалом, это не будет новое. Мы обычно в голове же это все прокручиваем. Как же сказать это предложение миллион раз? А еще наша культура предлагает нам составлять сложные предложения, красивые. Чтобы с этим предложением прийти, строить короткие конструкции, пробовать перед зеркалом, смотреть в этот момент на себя и видеть, как уходит вот этот стыд и идти. И вот это короткое произносить. Так, Юля, еще какой-то дай совет, пожалуйста, тем, кто сейчас прямо над учебниками сидит немецкого языка. Ну, то, что я советовала, это не заучивать особо, да, это ничего не даст. В принципе, заучивать можно конкретные фразы, но не тексты. Ну, а мне потом на программу напишут, система образования, что это за программа. Одна советует пропускать школу, вторая советует не заучивать. Ну, когда это заучиваешь, то быстро, кратковременная, долговременная память заполнится этими словами. Это все надоест, и вы плюнете в какой-то момент и скажете, не хочу я учить, не понимаю. Чемоданы, и все, мне надоело. Как-то более повторяйте, клейте листочки, то, что я советовала. Как, допустим, какую-то фраза вам понравилась, вы считаете, она вам нужна, пригодится, запишите ее на листочек, повесьте на какое-то видное место. И каждый раз, когда будете открывать тот же холодильник, вы будете видеть этот листочек. И как бы у вас постепенно будут сохраняться слова. Еще такой страх у некоторых. Ой, я нечаянно скажу не тот артикль. Абсолютно. Никакого страха не должно быть, потому что артикли очень часто и носители языка употребляют неправильно. Замечательно. Школу пропускаем, не заучиваем. Артикли – это такое дело. Какая у нас прекрасная, расслабленная жизнь. Да. И я надеюсь, вы нас слушаете. Вы сейчас тоже расслабились вместе с нами, потому что, вы видите, мы уже перешли на личные наши истории. И действительно хотим вам помочь. Потому что каждый из нас это прошел, эту гору писем, не на понятном каком-то языке. Когда все делается долго, когда заставляют учить, в принципе, надо его учить немецкий язык. Но все проходят это. Кто за год кому везет, не будем показывать пальцем. А кто, ну, по-нормальному, там, 5-7 лет, да, как Лена. Вот мы с тобой. А у тебя тоже такой долгий период адаптации был? Ну, у меня, скорее всего, был период адаптации самой системы. Так как немецкий я так чуть-чуть знал. Так как где-то учил в университете. Мне просто была сложна сама структура общества. Я приехал, мне было 24 года. То есть уже состоявшийся человек. Друзей нет. Образ жизни поменялся. Все по-другому. И плюс мои дипломы не соответствовали тем способностям, которые делал лучше всех. То есть немецкая организация не могла понимать, почему программист пришел, который может завалить полностью все сервера на этой улице. Но у него диплом преподавателя. Это не соответствие. Поэтому такие какие-то были вещи. Но если вы слушаете и вы нас услышали, 2-3 года это нормально. Вот 2-3 года, не переживайте. Это идет интеграция. Следующая тематика я хотел бы поднять. Есть ли в Германии моббинг в школах? Буллинг, моббинг. И есть ли этот же моббинг и среди взрослых? Встречались ли вы с такими проблемами, что к вам обращались? Я вот пришел в тот же джоп-центр. Чувствую. Мой консультант выносит мне мозг. Вот что-то я ему никак. Да, и в детском случае, и во взрослом случае. Можно какие-то детали, но без имен, конечно же. Давай вот в школе. Что значит ребенок? Как это происходит? Что это? Обижают, бьют, обзываются. Обзываются, портят вещи. Организуются группой против этого человека. Исключают его из своих процессов. В каком возрасте чаще всего проходит моббинг в школе? У меня нет такого видения, что для какого-то возраста это характерно. Для какого-то нет. Я видела и в начальной школе случай моббинга. От первого до третьего? От первого до четвертого класса. То есть вот эти вот карапеты приходят и уже такое делают? Да, маленькие креветочки. Видят, что там пришел какой-то мальчик. Он чуть-чуть полнее, чем все остальные. Он ходит не с рюкзаком, а с чемоданом. Вероятно, может, у него что-то со спиной. Мама сделала ему чемоданчик такой с ручечкой, чтобы он катил его. И он плохо говорит на немецком языке. И мальчика запинывали довольно успешно. Он ходил домой в слезах. Его ходил, встречал брат. Потому что вот он боялся, что его закидают чем-нибудь. Что в такой ситуации делать? Куда обращаться? Какие колокола бить? Идти сначала к классному учителю. Говорить об этой ситуации. Можно подключать социального педагога школы обязательно. В школах есть такой социальный педагог, да? Да, обязательно в любой школе есть какой-то социальный педагог. Который может провести разговор. Может, это классный руководитель будет. Который проведет разговор с одним ребенком, с другим ребенком или с этой группой детей. И эту ситуацию может стабилизировать. Если эти два пункта, два шага не сработали, нужно идти в администрацию школы и говорить об этой ситуации. Ну и, вероятно, есть много консультационных вот таких пунктов, как в том числе ФОП, куда можно с этим вопросом прийти. Лен, ты в своей личной жизни встречалась с моббингом в твой адрес. Ты приехала 19 лет в другую страну. Так же языка не знала, как все наши слушатели. Было такое, что где-то ты испытывала в свою сторону моббинг? Насторожные отношения, наверное. Мне тут повезло, что моббинга на себе я не испытывала. Но какое-то настороженное отношение было. То есть, не знали, что от тебя ожидать. Что со мной, как со мной. Но если построить контакты и отношения, то это все как-то на нет сходит. Юля, к вам можно обращаться, если у ребенка моббинг в школе? Да, недавно, кстати, поступил такой случай. Мы сейчас в процессе консультации тоже этой семьи. Да, с этим вопросом, естественно, к нам тоже можно обратиться. Можно как-то детальнее про случай? Вот, чтобы другие узнали, что ага, так это что, с моббинг как раз? Например, что делали с ребенком? Ребенка обижали там. Класс какой? Это средняя школа. Он не понимает язык. Нет, это начальная школа, он в четвертом классе. Он не понимает язык. Начинаешь уже путаться в показаниях. Так в какой школе? В начальной школе, да. Я спуталась с другим случаем просто. Да, он не понимает язык, и из-за этого происходит моббинг. То есть, какие-то обзывают его, что он ничего не понимает. Скажите, а моббинг доходит до физического какого-то насилия? Или это только морально? Да, тоже. Толкают, да, тоже. В другом начальной школе тоже девочку толкали, и тоже как-то обзывались, но язык она не понимает. То есть, скажем так, для родителей, что это не игра какая-то среди детей, это не в шуточной форме, там как мы в молодости дергнули за косичку, там портфель от футболя. То есть, тут именно целенаправленно идет унижение человека и до физических каких-то… В этом случае, естественно, нужно сразу же говорить учителю, обращаться к социальному педагогу, и эта ситуация по возможности будет решаться внутри школы. Если этого не произойдет, то будут другие инстанции подключаться, как я уже сказала. Ну, скорее всего, меняется класс, ну или были случаи, когда в классе там 20 человек и всеми объяснить, что делать нельзя. Реально ли это? Это реально, то есть, реально решить ту конфликт, ту ситуацию внутри класса, естественно. То есть, учителя, в принципе, нацелены на это, они стараются решить ситуацию внутри класса, чтобы это не выносилось за пределы школы, даже чтобы не подключать родителей, если это возможно, да. Можно сказать, что такие случаи, это для школы прям ЧП, что есть вот такое в школе, есть, все действительно хотят помочь, а не так, что, ну, вы знаете, переведите в другую школу, в другой класс, там у вас. Ну, обычно переведите в другую школу, такое решение, это самое последнее, да, обычно стараются помочь всеми силами, как бы подключаются, в принципе, все. И социальный педагог, и директор, и классный учитель, естественно. Если взрослый, а давай к тебе еще вернемся, ты когда переехала в Германию, у тебя интеграция почему-то пошла все водишь за год у одной из нас, прямо все было хорошо. Ну, может быть, полтора года. Не надо, уже поздно, уже поздно, ты уже в другом списке. Моббинг был по отношению к тебе где-то, хоть где-то? Ну, вот, как Лена сказала, в принципе, может быть, какое-то настороженное отношение, может быть, как бы, ну, в плане языка у меня проблем не было, да, то есть, в принципе, я сразу говорила на этом языке, и моббинга, ну, нет, как бы, как такового, я не сталкивалась с таким. Если у уже взрослого человека есть, ну, где сейчас люди могут столкнуться, ну, либо на языковых курсах, либо в джоп-центре. Ну, на языковых курсах это менее всего, потому что там, в принципе, все сейчас курсы, они, да, в основном наполнены... Там, скорее всего, моббинг могут организовать преподавателю. Объединиться классом, классом объединиться и в джоп-центре человек ходит, чувствует в себе какое-то вот отношение. Что, можно как-то куда-то пожаловаться, позвонить? Ну, возможно, начальнику этого отдела можно пожаловаться, но я бы советовала, может быть, ходить с переводчиком туда, чтобы был человек, который говорит на этом языке, который мог бы объяснить, с какой целью человек пришел и как бы обеспечить эту коммуникацию. То есть, есть шанс просто от непонимания друг друга, потому что, скажем, по опыту все компьютерные переводчики, телефоны, они часто не дают тот именно смысл и оттенок, который мы хотим либо услышать, либо сказать. Поэтому может быть какой-то конфликт именно на почве того, что друг друга не поняли компьютерные переводчики, да? То есть, постараться прийти с живым человеком, который может. Да, в идеальной ситуации какой-то переводчик, но очень часто учреждения предоставляют их переводчиков, но в джоп-центре это редкая практика, поэтому советуют приходить с кем-то, кто может перевести. Да, с кем-то знакомым или тот, кто поддерживает, как социальные педагоги, например, в нашем случае. Но, кстати, надо сказать, что в Юссельдорском джоп-центре сейчас сидят девочки-переводчицы, которые у нас прибывших поддерживают. Переводят, да? Да, да. Дорогие друзья, вы послушали, ну, мне советы понравились, да? То есть, если вы себя плохо чувствуете, пропускайте школу и так далее. Да, я понимаю, что мы за время нашей программы не все тематики успели рассмотреть. Где-то еще остались и там плохая компания, как мне попасть в плохую компанию, да? Потому что в Европе можно все, как ребенка уберечь от этой компании. Ну, и куча проблем, поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, с какими проблемами вы столкнулись. И я думаю, что и так еще с вами встретимся за чашкой чая. И, может быть, какие-то другие аспекты, другие проблемы с вами поднимем. С большим удовольствием. Потому что те советы, которые вы даете, понравились не только мне, но, я уверен, нашим слушателям. Это по-нашему. Дорогие друзья, как всегда, ставим лайк, подписываемся на все наши платформы. Телефоны, контактные данные о ФАОП будут в описании к этому видео. И самое главное, оставайтесь спокойными, не нервничайте. Все нормально. У нормальных людей интеграция здесь 5-7 лет проходит. Есть, конечно, выскочки за год интегрируются, но мы не берем их в пример. Подписывайтесь, пишите. А вообще, приходите к нам в гости. Обязательно послушайте подкаст. У нас был с Юлией, да? Да. Которая тут же приехала недавно из Украины. И эффект подкаста, что вы можете здесь выговориться. Да. При этом сразу получить профессиональную помощь, и вам станет тут 200% легче. Приходите к нам в гости. Можете пожелания, что-то попрощаться. Передать привет. Передать привет. Уже некому передавать привет. Как некому. Все, уже все разъехались. Я всем желаю скорейшей интеграции. Не переживайте. Если у вас что-то не получается, оно обязательно получится. Просто на это необходимо чуть больше времени. И в плане немецкого языка не бойтесь и говорите на нем. Ну, а если у вас будут какие-то вопросы по поводу воспитания, по поводу школы, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием вам поможем. А также обязательно подпишитесь. Сейчас уже создалась страничка в Инстаграме твоего отдела. Да. Потому что я, допустим, письма, емэлы не люблю. Это все официоз. Дорогие, уважаемые дамы и господа. Если у вас есть проблемы, вы уже можете написать просто в Инстаграм в директ. Да, с того сделаем. Прям пишите, Юля, привет. У меня вот то-то, то-то. Я уже две недели не хожу на курсы. Меня выгнали из-за ваших советов. Что делать? Страничка Инстаграма будет также в описании. Это именно страничка твоего отдела. Да, там вы можете напрямую контактировать меня через сообщения. Супер, супер. Обязательно все подписываемся. Лен? Не сдавайтесь. Все когда-то так или иначе утрясется. Надо просто идти дальше. Оно трясется. И не спешить, да? Не переживать, что как-то не получается все быстро. Нет, нет, оно получится. Вы слышали историю Лены. Я могу подвергать. У меня также было там тоже несколько лет. Не как некоторые. Дорогие друзья, подписываемся на Инстаграм страничку отдела семейной помощи. И до новых эфиров. Пока-пока. 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 Пока-пока.